Очень давно в Японии черные зубы были модными. Сегодня черный налет на зубах считают признаком запущенного здоровья, фактор еда и алкоголь. Замечено, что если постоянно пить крепкий чай и кофейные напитки, то пигменты, содержащиеся в них, окрашивают зубную эмаль, которая темнеет все больше и больше. Происходит дисбаланс и при поедании продукта с большим количеством консервирующих веществ. Есть такие продукты без контроля нельзя, ведь такая среда отлично способствует размножению бактерий. Такое же действие на микрофлору полости рта оказывают напитки, содержащие спирт. Фактор курения. Соединение смол, содержащихся в сигаретном дыму, с налетом на зубах создают достаточно агрессивную среду. Такое сочетание ведет к разрушению поверхности эмали. Таким людям требуется особенно тщательный уход за зубами. Фактор несоблюдения правил личной гигиены. Если пренебрегать простыми требованиями к чистоте полости рта, тогда постепенно остатки пищи образуют зубной налет, который приводит к почернению эмали – фактор заболевания. Самая частая причина – это кариес. Сначала появляются черные точки, затем эмаль заметно темнеет. Оттенки могут быть самые разные. Другая причина – эндемический флюороз, который формируется в детском возрасте и связан с переизбытком фтора в потребляемой воде. В результате это приводит к появлению темных пятен, разрушению дентина и эмали – фактор травмы. При этом нарушается деятельность сосудов и нервов, что приводит к некрозу ткани, и зуб становится мертвым и чернеет. Со всеми этими проблемами можно и нужно справляться. Ежедневная гигиена, полость рта, укрепление здоровья всего организма, правильное питание и регулярное посещение стоматолога помогут сохранить зубы здоровыми и красивыми. Главное помнить – профилактика лучше, чем лечение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова